Здравствуйте, уважаемые студенты. Сегодня по электротехнике вторая лекция, то есть второе лекционное занятие. Ее название, это линейная электрическая цепь постоянного тока, и приведен план, который состоит из трех пунктов. Генераторы постоянного тока, потребители и источники. Элементы цепи постоянного тока, условные обозначения, и третья энергия и мощность электрического тока. Так, вы из курса физики хорошо знаете, что электрический ток – это направленные движения электронов в проводнике. Свободные зараженные частицы, как они образуются? Например, атом в самом деле в нормальном положении не имеет никакого заряда. Но если по какой-либо причине под действием, допустим, теплоты, лучей, механических влияний и других-других причин, если электрон покидает свою орбиту, то этот электрон становится отрицательным зарядом, и оставшийся атом становится положительным зарядом. Это уже вам известный из курса физики. Следовательно, в жидких электролитах ток образуется ионами, поэтому проводим из такого типа, называется ионной. Инсенсивность электрического тока характеризуется физической величиной, которая называется силой электрического тока. Сила тока численно равна количеству электричества, проходящему через поперечные сечения проводника за один секунд. Силу тока обозначает буквой И. Вот, пожалуйста, дельта ку деленная на ДТ, где ку – количество электричества, проходящего через поперечные сечения проводника за время Т. Единица измерения силы тока – это будет ампер. Есть еще другая характеристика тока – это плотность тока. Это отношение силы тока и к площади поперечного сечения проводника. Вот сигма равняется И деленной на А. Единица измерения плотности тока – ампер на миллиметр-гаватт. Эти плотности тока, эти значения, эти параметры нужны будут потом при выборе проводникового материала для различных потребителей в зависимости от их мощности и тока. В настоящее время постоянный ток образуется с помощью различных преобразователей от переменного тока. Для получения постоянного тока еще используются генераторы постоянного тока. Электрический ток, силой направления которого изменяется с течением времени, называется постоянным. Разные вещества не одинаково проводят электрический ток, поскольку в различной мере продействует движение электрических зарядов. Это противодействие характеризуется величиной, которого называют электрическим сопротивлением. И обозначают буквой R. Единица измерения сопротивления – это Ом будет. Сила 1 А при напряжении 1 А. Сопротивление зависит от материала проводника, ее геометрических размеров, то есть длины и площади поперечного сечения. Вот, пожалуйста, R, R, L, R. Ро – удельное сопротивление проводника. Это удельное сопротивление проводника зависит от материала, от типа материала. Например, для меди оно имеет одно значение, для алюминия другое, для стали другое, другое. Так что в зависимости, какой материал, мы из правочника берем значение R, и используя эту формулу, например, здесь длина, вот здесь сечение, можно будет определить величину сопротивления проводника. Еще нужно сказать, что сопротивление проводника изменяется при изменении их температуры. Обозначая сопротивление проводника при температуре 0 градус через N0, мы получим формулу для определения сопротивления, при любой температуре. Например, есть проводниковые материалы, которые с увеличением температуры сопротивления будут уменьшаться. Есть материалы, которые, наоборот, у них сопротивление будет увеличиваться. Здесь вот, где альфа, это теоретический коэффициент сопротивления, показывающий относительного удельного сопротивления при нагревании проводника на 1 градус. То есть, если нагреть проводник на 1 градус, это уже насколько увеличится его сопротивление. Для разных материалов оно имеет различные значения. Так, второй пункт – это элементы цепи постоянного тока. И также здесь условное обозначение. Электрический цепь состоит из отдельных устройств или элементов, которые подразделены на три группы. Первая группа – элементы, предназначенные для генерирования электрической энергии. Это источник питания. Источники питания бывают. Источниками являются генераторы, машинные преобразователи. Еще есть преобразователи, которые переменят ток, где преобразуют в постоянный ток. И обычные сухие элементы тоже являются источниками постоянного тока. Электрическая... Вторая группа – это элементы, преобразующие электрическую энергию в другие виды энергии. Например, механическую, тепловую, световую, химическую и так далее. Эти элементы называют приемниками электрической энергии. Или просто электроприемники. Третья группа – это элементы, предназначенные для передачи электрической энергии от источника питания к электроприемнику. Провода устройства, обеспечивающие уровень и качество напряжения и другие. Итак, то, что приведено в пункте НВ, означает, что любая электрическая цепь в основном состоит из трех элементов. Источника постоянного тока потребителя и соединительных проводов, которые соединяют источник с потребителями. И это самая простая цепь. В самом деле сложные цепи еще могут содержать и другие элементы. Например, преобразователи могут быть, регуляторы напряжения могут быть, выключающие, то есть отключающие элементы могут быть. В общем, сложные электрические цепи состоят не только от трех основных элементов, но и других элементов. Это все надо будет учитывать и с ними надо будет ознакомиться. Есть приемник электрической энергии, и соединительные провода составляют ее внешнюю часть, а источник электрической энергии уже внутренняя часть называется. Внутренняя часть – это источник, по сути дела, источник энергии, откуда мы берем электрическую энергию и будем передавать на потребителей. И еще первичные элементы – аккумуляторы, преобразующие химическую энергию, электрическую и так далее. Об этом мы с вами в начале вели разговор. Вот, пожалуйста, на этой схеме приведена простая схема электрической цепи, где указаны те элементы, которые я уже перечислил. Вот, пожалуйста, источник, приемник, измерительный прибор и аппараты, переключающие цепь. В общем виде простая электрическая цепь можно изобразить в таком виде. Так что по этой электрической схеме можно будет вести расчет электрической цепи. Вот здесь к приемам электрической энергии относятся электрические двигатели, нагревательные приборы и обключатели. Эти приемники хорошо используются во всех отраслях народного хозяйства, в том числе в сельском хозяйстве, животноводстве и так далее. Где электрическая энергия преобразуется в механическую энергию в двигателях, электрическая энергия преобразуется в тепловую энергию в нагревательных элементах. И, пожалуйста, электрическая энергия преобразуется в световую энергию. Вот, пожалуйста, источники световой энергии. Они широко распространены в настоящее время во всех отраслях сельского хозяйственного производства, а также в быту сельского населения. Так, товарищи, еще электрические цепи бывают неразветвленные и разветвленные. Разветвленные электрические цепи имеют только один контур, неразветвленные. Разветвленные имеют несколько контур. И, конечно, их расчет, их расчет сильно отличается друг от друга. Если простую электрическую цепь можно будет, для расчета простых цепей можно будет использовать законы ОМАП, для сложных электрических цепей расчет производится различными методами, которые приводятся в специальной литературе. И на следующих занятиях мы с ними ознакомимся. Товарищи, третий пункт по плану – это работа, совершаемая электрическим током в единственное время. Называется мощностью тока. И она обозначена буквой П. Это величина характеризует интенсивность, совершаемая током работы. Мощность определяется по формуле. Вот это вот W, деленное на T. W – это электрическая энергия, деленная на T. Получается напряжение, умноженное на ток. Это и есть мощность. Единственное измерение мощности – ватт, киловатт, мегаватт, гектоватт и так далее. Но часто широко используется для расчета киловатт. В общем, это самораспространенное измерение. Так что работа, совершаемая за время t, может быть записана следующим образом. Вот, например, W равняется P, умноженное на T. Мощность, умноженное на время. Единица энергии – это жоул. Один жоул – это один ватт в секунду будет. Продолжение следует. Должение следует. – Субтитры создавал DimaTorzok – « occupiedん 3-7-1-0.